Интересуют нюансы записи кофе, баланс, как удалось добиться такого звука, очень продвинутого на то время. Так получилось, что в 86-м году группа кофе объединилась со спавшейся группой телевизор. Из телевизора пришел Гога Копылов и Пэт Игорь Петров. Пэт играл на клавишах, и он нашел какие-то клавиши, принес их в дом. Это были какие-то аналоговые клавиши, может даже вермон. Потом он взял Володи Козлова, еще какой-то такой синтезатор самодельный. И, в общем, именно он, Пэт, делал такой вот интересный звук, который вам всем нравится. Гога Копылов, тоже Игорь, он великолепно играл на басу. Причем он играл на безладовом басу, на котором он без всяких эффектов умел делать очень красивые вещи. У Эдика Нестеренко тоже были какие-то примочки, с которыми он играл. Но если вы послушаете внимательно, мне кажется, что, конечно, основной талант, конечно, он внес в Петлю Нестерова. Однако вот в группе Кофе, наверное, альбом, он больше был похож на приятное времяпровождение. Вот эта запись альбома была похожа больше на тусовку, чем на какую-то серьезную работу. Хотя я работал тогда в Дворце молодежи звукооператором Большого концертного зала. И мне музыки достаточно было, конечно, на работе. Я приходил с работы или до работы мы встречались. И, в общем, на самом деле, вы спрашиваете, почему такой продвинутый звук? Да ничего такого особенного. Просто раньше никто не играл на аналоговых синтезаторах в русском роге, по крайней мере. И вот вдруг это все прозвучало. И в умелых руках все-таки ребята такие продвинутые, слушали очень хорошую музыку. И именно такую музыку, которую играли. И поэтому неудивительно, что этот альбом выдержал такое длительное время. Расскажите, пожалуйста, про Цоя. Мы его больше знаем в некоем героическом рок-н-ролльном ключе. А вот каким он был человеком? Каким человеком он был по характеру? Какие у него были недостатки, привычки? Сильно ли изменился после того, как стал известным? Впервые увидел я Цоя на записи 45, когда они писали «Бездельника». Познакомились мы уже поближе, уже когда таскали колонки у общежития Ленинградского Крымностроительного института. И этот был концерт, который не состоялся. То есть только все пришли, все так раздухарились, и вдруг пришли менты, и все их повязали. Ну, заставили уйти. Есть хорошая история о том, как всем пришлось сгруппироваться и выходить столпой, чтобы не были выделены из толпы такие люди, как Гребенщиков, Цой, Майк, Тропилла. Витя был очень скромным человеком. Человеком, который ничего не знал о том, кем он станет. Вот эти его занятия спортом, конечно, его сильно изменили. Потому что вот этот вот человек Сергей Пучков, с которым он занимался, он непростой человек. И, конечно, он немножечко изменил сознание Виктора. Там же в кунг-фу это не просто там удар сделать, да? Это надо смотреть на человека специальным образом, для так, чтобы он тебя боялся. И Витя, разумеется, использовал все свои знания. Но потом, когда приехала Джоанна, она свернула ему совершенно башню. Судите сами. Джоанна певица, такая же, как он. Но энергии у нее, в тех песнях, что она привезла, в 10 раз больше. Может, она не так чисто пела, но энергия у нее била фонтаном. И, разумеется, Цой не мог на это не обратить внимания. Ее записи звучали абсолютно фирменно. То есть, это не было доморощенное ничего такое. Это была настоящая студийная работа. Ну, может быть, она не очень чиста, а атакативно не было. Это вот плохо. А остальное все очень здорово. Играли люди из Брэнд-Х. И, в общем, Цой был просто очарован ей. Не Циру писала тексты Цою, а американская свободная вот такая вот жизнь, показанная Джоанной в подарках, которые она привозила, фотографиях, которые она привозила в фильмах, в видеоклипах, которые Виктор никогда не видел. Мне кажется, вот что свернула ему башню. Они вовсе не какая-то политика или не ЦРУ. Джоанна еще повлияла на его поведение, естественно. Он утратил доступность. То есть, нельзя было ему позвонить и поговорить, как раньше. Я вот Цою никогда недостатков особых не видел. Единственное, что он был очень крутой. И есть люди, которые стесняются показать, насколько они крутые, а есть люди, которые не стесняются. Вот он не стеснялся. И, наверное, это неплохо. Потому что, собственно говоря, эту позицию, которую он занимал, она требовала какой-то игры в этом отношении. И Цой, может быть, даже немножко переигрывал. Хотя я могу сказать, что... Улыбку, которую он дарил, он дарил как подарок. Ну, не очень любил делать материальные подарки. Вот за всю жизнь он мне не подарил ни одной НЭЦКи. Или там картиночки маленькой. Никогда. То есть, человек очень хорошо знал, что он стоит. Знал, чего стоит его продукт. И у нас с ним была небольшая интересная договоренность. Когда мы договаривались на берегу, перед записью альбома, это не любовь. Я ему сказал, что... Витя, ты согласен, что права на фонограмму принадлежат студии? А вы имеете только копию. Он говорит, конечно, согласен. Твоя пленка, твои магнитофоны. Он, гитара твоя. Конечно, мы согласны. Но на пластинке мы напишем, что продюсер кино. Я говорю, ну, давайте. А звук вишня? Я говорю, ну, ладно, хорошо. Но в этот момент я никак не догадывался о том, что именно в этот момент у меня были отчуждены все права на мою фонограмму. Более того, когда Виктор умер, ко мне пришли Каспарян и Игорь Тихомиров. И изъяли все записи, которые я сделал группой кино. Изъяли все тейки, болванки, фонограммы. Вообще все. Ну, собственно говоря, пленки-то, вы знаете, я вам просто раз вчера рассказал, где я их брал. Ну, все это я отдал Игорю Тихомирову. Как они у меня их забрали? Они сказали, ты знаешь, вот Витя умер, но он очень не хотел, чтобы вот это вот, то, что мы у тебя, вот это вот, получило широкое распространение. Витя очень хотел, чтобы это было уничтожено. Я говорю, ну как так, ну как можно, это же история. Это же история, как можно взять и уничтожить. Игорь Тихомиров был непреклонен. Нет, Леша, вот Виктор хотел, и так мы должны поступить. Это никто не должен услышать. Это должно быть уничтожено. Собственно говоря, я ему пообещал, что да, хорошо, я соберу все и отдам тебе. Спустя пару дней в рок-клубе было организовано общее прослушивание альбома, черного альбома. Ну, все пришли, поплакали. Это было очень волнительное мероприятие. И я там эту пленку передал Игорю. А Игорь что-то замотался и оставил ее прямо там в рок-клубе. То есть он ее не забрал с собой. А Оля Солбацкая нашла эту пленку и передала своей подружке Марье. Марьян-то сразу же схватил ее. И спустя две недели на фирме «Мелодия» вышла пластинка «Неизвестные песни Виктора Цоя». Ну, знаете, для меня это было просто, ну, меня наебали просто на пустом месте, как лоха. Вот, собственно, и все. Вы спрашиваете, как Игорь Тихомиров играл. Играл, он играл лучше всех, но в нужные моменты, когда он не мог сыграть так, как нужно, бас-гитару брал Георгий Гурьянов. Играл так, как нужно. Поэтому Игорь Тихомиров после группы кино оставил музыку вообще в покое. И пошел в группу ДДТ звукорежиссером. И работает там до сих пор. Понимаете, человек, который пришел в музыку по зову сердца, и музыка была для него самым главным в жизни, в тот момент, когда он понимает, что он больше никогда не будет играть в группе, которая популярнее группы кино, он бросает музыку навсегда. Делает ее хобби. А все свое внимание и все свое умение он реализует в звукорежиссуре. В честь и мой хвала. А насчет группы Крови есть такая тактика, чтобы стать известным на родине, надо стать известным за границей. Может быть, было бы результативнее, если бы альбом со Штатов перекочевал к нам. А если бы группа Парк Горького выпустила пластинку сначала в Советском Союзе, а потом в Америке, а не так, как на самом деле, что бы изменилось? А каким образом факт выхода пластинки в Америке повлияло на популярность группы Парк Горького в Советском Союзе? Вы что-нибудь слышали о такой группе? Она у вас была на слуху, на топе? Нет. А она, между прочим, в Америке, из Америки пришла. Ну, что толку? Ну, компакт-диск проигрывателей были у единиц. Их даже у меня не было. И... Ну, и что толку, что приехала бы эта пластинка из Америки? Дистрибьюции-то не было, ну, продали бы они тысячу экземпляров в магазине Сергея Семкина Castle Rock. Ну, пошли бы еще, там, не знаю, на рынок продали. Ну, и все. Все, понимаете? Не было налаженной системы дистрибьюции так, чтобы во всей стране, в каждом городе продавался бы CD группа крови. Поэтому пока бы... Пока бы это напечаталось в Америке, пока бы это приехало сюда, пока бы это попало к пиратам, и пираты точно так же бы распечатали бы это все, только не дали бы мне 5 километров басху. Я не знаю, что изменилось бы, если бы группа стала популярной на полгода позже. Не было результатов бы этого, не было. Я зуб даю на отсечение, последнее, что не было. А альбом просто разошелся бы через пиратов точно так же через полгода. Ну, был бы там звук точно такой же. Там же ничего не изменилось, они же ничего там не мастерили толком. Это не то, что Макс Кондрашов, который каждую секунду сделал. Понимаете? Он перелопатил всю группу крови. Вместе с Игорем Тихомировым они сидели и делали новый звук. Как вы относитесь к воссоединению группы кино? Как? Я очень хочу пойти на концерт, посмотреть, что это будет. Я знаю точно, что там будут играть некоторые песни, которые записал свое я. И мне очень интересно, как мною записанный голос будет в этом концерте звучать. Очень интересно, что будет твориться на сцене. И вообще это такое волшебство, о котором даже странно говорить в негативном ключе это быть не может. Потому что это великое достижение технологии сделать так, чтобы кино за пару концертов заработали себе столько, сколько они обычно зарабатывают за 10 лет. Я считаю, что это просто вверх, вышак. И слава тем продюсерам, которые это придумали. Расскажите, пожалуйста, об отношении Каспарина, Тихомирова и Ацое к бывшему участнику кино Рыбину. Я знаю, что Рыбин выбрал сторону Марьяны, когда был суд об авторских правах. И парням это не понравилось. Хотелось бы узнать какие-нибудь интересные факты, нюансы. Леша Рыбин был отрезанной ломоть. То есть человек, который сначала влиял на Цоя, а потом перестал. И стали влиять другие люди, Каспарян, Гурьянов. Как они могли относиться к Лешу Рыбину, если они глумились над чашкой, которая стоит на столе? Как? Конечно же, в очень негативном ключе. Главным нюансом здесь я считаю для себя то, что я тоже был на этом суде. Я встал на сторону музыкантов. И я очень был доволен, что музыканты суд выиграли. Опять же, только я немножечко обиделся, что ну хотя бы ну полпроцента Лешке дать. Ну хотя бы ну четверть. Понимаете? Но это я даже не знаю. С Юрой мы давно не виделись. И я думаю, что недавно ко мне зафрендился Хорхер, Каспарян, но потом отфрендился. Ну я настолько постоянно и всю жизнь люблю Юрия Каспаряна и Георгия, точнее, извините. в какое-то время он и сменил имя. Вместе с Густавом они стали оба Георгиями. И в общем я давно его не видел, и я все мечтаю заехать к нему в гости, потому что мне есть о чем с ним поговорить. Скажите, какие песни могли попасть в... Слушай, давай это пропустим, потому что если бы до кобы во рту выросли бы грибы. Расскажите, пожалуйста, про Куражи с Виктором. Хотелось бы посмеяться и представить это в деталях. Куражи с Цоем? Какие Куражи там? Давай дальше. Алексей, как вы относитесь к Машина Рекордс? Насколько Макс Кондрашов звукорежиссер? И почему вы не принимали участие над переизданием группы Крови от Машины Рекордс? Как у них это получилось? Вы можете послушать эту пластинку и сами оценить. Я даю самую высокую оценку тому, что здесь произошло. Вот. Как это было еще сделано, вы знаете, как? Вот такая вот прекрасная. Здесь даже буклет есть, в котором... Ну, кстати, я на такие ленты не писал никогда. Я писал на Басов, Акфу, а Орво не использовал. По-моему, только кофе-балет был записан на Орво. Великолепный, абсолютно информативный буклет, великолепно оформлен, фотографии, качества. Вы понимаете, русский рок никогда не был таким красивым. Я восхищаюсь Машиной Рекордс и Максом Кадрасовым не только потому, как он делает оформление, и потому, как он подходит к фонограммам. Также он очень здорово выправил альбом «Танцы на битом стекле». И я ему очень за это благодарен. И очень рад, что он нашел такой классный, хотя я не понимаю, зачем мы наперили парик, но все равно фотография получилась очень красивой. Практически в точности передает атмосферу оригинала. Единственное, что Велиусов, который придумал эту композицию, он не зря положил туфельку и шприц. К сожалению, Макс засал. Ну, все равно получилось великолепно. Браво! Алексей, не могли бы вы перечислить альбомы, которые записали на Охте? Когда я первый раз женился, у меня наступил страховой случай, по которому я мог получить 500 рублей от мамы, которую она собирала всю жизнь. И я купил у Тропилы, через Тропилу купил профессиональный магнитофон МС-62. Он был похож на маленький такой холодильник или морозильную камеру, ну, даже побольше размером. Не каждый бы поставил себе в дом такую дуру. Я вдруг понадобился Курехину, потому как у него было очень много вот таких профессиональных катушек, на которых были записаны его разные музыкальные опыты в кинофильмах или просто вот он, допустим, пришел в капеллу. А включите мне, пожалуйста, на час микрофон и орган. И взял, значит, 45 минут играл, значит, на органе настоящем. И вот и записали. А послушать-то как ему это все? Он переписывал пленки с большого магнитофона МС-62-38 на деку кассетную. И однажды я как-то был, была поп-механика на Пролетарской или на Ломоносовской. В общем, была поп-механика в ДК Курупской и я туда не попал. Не было билетов и я вовремя не посуетился. В общем, не попал. А через три дня приезжает Курюхин ко мне домой. И я говорю, Сергей, вот так получилось, что днями тут ранее я не попал на поп-механику. Эх, да что ты не позвонил? Ну, я постеснялся, а вот ты не можешь как-то вот так вот. Тебе леты нужны? Да нет. Я хочу вот, ну, как артист взять гитару и встать рядом с Соем. Можно? И Курюхин говорит, это очень классная идея, давай лишнее. Вот будет ближайший концерт, ты придешь. И так получилось, что этот концерт тоже пришел ко мне, потому что он происходил в Дворце Молодежи. Это была площадка, на которой я работал звукооператором. И, собственно говоря, я оставил все это оборудование на сцену для звукоусиления. И тогда был первый раз вот эта вот елочка, вот эта вот лошадь, которая обосрала косморяновские примочки. И я был просто, ну, не знаю, на седьмом небе от счастья, что Курюхин пригласил меня в этот коллектив. Что не сказать про группу Кино? Вот они-то как раз, вот они как раз глумились надо мной больше всех на свете, потому что я одет был хреново, и гитара у меня была, ремень короткий. И, в общем, держал я гитару на груди, а они хохотали просто надо мной. И Леонид Федоров надо мной просто издевался когда. Он говорит, ну, как так можно вообще? И Ляпин надо мной издевался. Он однажды говорит, а вот так Вишня играет. Ра-па-па-па-па-па. В общем, ну, ну, не умел я играть, но я и до сих пор собственно говоря не умею ни на чем играть толком. Но тогда это было особенно явно, что просто, ну, когда рядом играют, действительно. Но у Курюхина-то музыка была очень простая. бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Есть вероятность, что именно так он подумал. И он просто брал меня во все, абсолютно все концерты, где нужно было шоу. Там, где была нужна музыка, тогда, где нужна была игра, там, где нужно было применить исполнительское мастерство, в этих концертах я не участвовала. А везде, где было шоу, благодаря Курюхину, в общем, я посмотрел поп-механику изнутри. Все музыканты стремились играть в поп-механике, там только свистни. То есть это была честь, правда. Принимать участие в поп-механике на сцене, это была большая честь. И группа кино только один или два раза пересеклись концерты, и концерты у кино. И кино не участвовало в поп-механике. И Курюхин очень сильно рассердился тогда. И он пригласил Цоя в Швецию, а Цоя не захотел поехать. Ну, просто сказал, да, мне не надо, ты твоя. Наверное, тогда Курюхин понял, что, ну, вся птичка вылетела из клетки. И, в общем, ее уже не догнать. Алексей, всегда было интересно, как записывались альбомные соло в песнях кино. «Город и твой номер». Это был какой-то модный дилей с пич-шифтером. Это был единственный дилей, который был вообще в русском роке. Был он утропилы, купил он этот дилей у Макаревича за тысячу рублей. Вот этот динокорт, я кручу на нем ручку. И вот как раз я кручу именно ту ручку, о которой идет речь. Да, это был зарядовый дилей, у которого была возможность подкрутить пищу. Руки надо было, конечно же, отрубить. Но никто этого не сделал, Каспарян постеснялся. А музыка им понравилась, как это произошло. Потому что все-таки надоедает музыканту все время играть, он уже просто голым звуком. Он приходит на студию, ему врубают всякую хрень, и он говорит, «Ой, это круто, это я вот именно так хочу». И только потом, спустя время, он осознает, что он был неправ. Но в звуко-жрессоре полно таких моментов, которые можно было бы справить и сделать лучше. Алексей, не могли бы вы перечислить альбомы, которые записали на Охте? На Охте я записал последний альбом, свой первый. И альбом Юрия Наумова, может быть, первый альбом в Ленинграде. Эта пленка у меня потом исчезла. Я расскажу потом, как. И меня ее просто взяли и умерли. Вот. И я уже не мог ее найти. На Охте писали кофе-балет и альбом, который я назвал, «46». Это было, на самом деле, они сами виноваты. Ну, судите сами. Я позвонил, говорю, давайте запишем альбом. Они говорят, давайте. А потом выяснилось, что это не альбом, а для Юрика опыта. Ну, чтобы он мог под эти баванки играть на гитаре. Ну, ребят, если на берегу договаривались об одном, а потом вдруг это все другое, то, извините, а что вы от меня-то хотите? Я-то альбом записывал. Это вы записывали там для Юрика. Я-то альбом записывал. Для меня это был мой хайп. Ну, конечно, я записал и дал тропиле. Ну, а он тоже кому-то дал. Вот и вышел альбом «46». Есть причем. «Вишня» выпустил альбом против «Желания Цоя». Здравствуйте. В своем первом видео вы сделали свою версию песни «Я объявляю свой дом». Это из «Вишневого кино». Я слышал, вы говорили, что будут 14 песен. Ну, вот когда будет 14 песен, тогда будет «Вишневое кино». А пока это просто разрозненные фонограммы. Да, это мое видение на то, как кино могло звучать. У меня их 90 этих видений. Я озвучиваю, которые проще всего сделать. Потому что времени жизни у меня вообще не очень много. И заняться мне есть чем. Тогда был в Японии в 1990 году. Если не ошибаюсь, то по какой конкретной причине не запросил там убежище, став невозвращенцем? В это время еще был жив мой отец. А отец мой, папа, был разведчиком советским. Он не был нелегалом, он был с легендой шифровальщиком. Работал в посольстве. Это было не очень долго, всего 10 лет в разных странах. И вообще в основном в Вашингтоне. И вы знаете, я папе тоже очень часто задал вопрос. Пап, вот ты был в Вашингтоне. Ну кто тебе мешал взять? И ты понимаешь, ты приехал в Советский Союз. Тебе дали комнату в общежитии с клопами. А там бы за шифр тебе бы дом бы дали бы на Майами. У тебя был бы бассейн, и почему ты так не сделал? Смешно задавать было вопрос такой моему папе. Потому что мой папа посчитал бы мое невозвращение предательством. Понимаете, в то время так бы мы были воспитаны, что невозвращение являлось прямым предательством Родины. Конечно же, это чушь. Но мы в эту чушь верили, и я был очень сильно подвластен вот этой парадигме. Посему я не остался там, и никогда не останусь. Ну, потому что тогда, может быть, еще было какое-то время, но сейчас такого времени уже нет. Хотя в Японию я могу хоть завтра поехать. В боях с немецкими захватчиками на правом берегу Днепра комсомолец Вишня показал себя как храбрый, мужественный офицер. 30 сентября 1943 года немцы предприняли превосходящими силами контратаку на наши позиции, где участвовали немецкие танки. Взвод противотанковых ружей товарища Вишня находился впереди батальона, и они не пропустили немецкие танки. В том бою из ПТР Вишня самолично уничтожил танк противника и одну бронемашину. Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер гудит в проводах Тускло звезды мерцают В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok